Всем привет! Этот выпуск будет очень насыщенным и интересным. В предыдущем выпуске я рассказывала про вилу, которую мы сняли в городе Аругамбэй. В этом выпуске я продолжу рассказывать свою интересную историю. Расскажу, как мы поехали покупать мотобайк и какое ужасное жилье предлагать за огромные деньги. Человеков, которые торгуют мотоциклами. Все вон высунулись смотреть, как Антон катается на мотобайке. Ну, это действительно было зрелище. 150 тысяч стоит. Покупаем. Да? Да, да. Покупаем? Да. Покупаем. Он так счастлив, как ребенок. Люлька, Люлька прилагается к нему? Люлька? Да. Нет, Юлька прилагается к нему. Рыбкирую прилагается. Я уже рассказывала в предыдущем выпуске, виллу мы сняли в деревне, в глуши, в лесу, можно сказать. И все нас предупреждали, что, ребята, постарайтесь не ездить по ночным дорогам. После заката солнца, после захода солнца не выходите на улицу. Из леса выходят слоны, они опасны для людей. Все местные здесь нас об этом предупредили. И когда нас об этом предупреждали днем, я такая, господи, что может случиться? Но, когда мы купили мотобайк, поехали обратно домой, начало смеркаться, начало темнеть, у дороги мы встретили первого слона, который, слава богу, стоял к дороге попы и не видел нас, мне уже начало становиться жутковато. Когда мы подъехали к нашей деревне, на улице стемнело полностью. И тогда я испытала просто ужас. Мне было очень страшно. В этой деревне дома преимущественно очень бедные. Ну вот, грубо говоря, сделаны из говна и пала. Вот стены сделаны из глины, перемешанной там с каким-то деревом. Вот. Живут очень бедные люди. И, кстати, хозяин нас тоже предупреждал, говорит, ночью не выходите гулять по деревне. Потому что местные могут подумать, что вы воришки и могут там сделать с вами плохие вещи. Не выходите, опасно. Вот. И ночью это же все кажется еще страшнее. Вот мы заезжаем в деревню. В деревне нет света. Свет доносится только там точечно. Одна лампа из какого-нибудь дома горит свет. И все. Темень. И еще немаловажно. В деревне, значит, как это объяснить-то? Блин, я же как гусь объясняю. Везде вывершены вот такие вот проволоки для того, чтобы слоны не заходили в эту деревушку. То есть везде вот эта вот проволока под напряжением. И вот мы, значит, вот так вот постом, вот так вот нагибаясь, проезжаем через вот эти вот проволоки. И никого на улице нет. Время 9 часов вечера. Темень. Никого на улице нет. И, значит, навстречу нам идет девушка. И, знаете, у нее походка. Это просто... Сейчас я вам покажу, чтобы вы полностью понимали мой страх и ужас. У нее, видимо, что-то с ногами было. Потому что шла она вот так вот. У нее еще были вот распущенные волосы. Она идет вот так на нас. И это, знаете ли, это... Я не знаю. Я как будто побывала в каком-то фильме про зомби. И мы проехали. И потом уже Антон мне рассказывает. Я говорю, смотрю в зеркала. И она на нас вот так вот оборачивается. И вот так на нас смотрит. Это просто жесть. Ладно. Мы ее проехали. Едем дальше. И мы вот-вот уже подъезжаем к нашему дому. И стоит слон. И переминается с ноги на ногу. Он был буквально вот в 10 метрах от нас. И мы, получается, на байке-то выехали. И наехали прямо на него. Ну, не задели, естественно. Но вот он рядом-рядом. Антон быстренько сдает назад. Мы, блин, выезжаем из этой деревни. И все. И мы в итоге поехали ночевать в отель. Антон остался у дороги. Начал там выяснять, как можно проехать по другому пути. Я сказала, пожалуйста, давай не будем туда возвращаться. Поехали в отель. Потому что мне страшно. Вернемся, когда будет светло. И в итоге в этот день мы поехали ночевать в отель. Что касаемо мотобайка, он начал нас подводить. С первых же дней он то заводился, то не заводился. Один раз по дороге прокололи колесо. Так, очередная наша посиделка с мотобайком. В этот раз у нас спустило колесо. Кажется, мы его пробили. А вот этот мужчина нам помог. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Опять темнеет. Опять в темноте будем домой возвращаться. Опять слонов бояться. Дождик еще начался. А теперь давайте я немного расскажу про жильцов этого дома. Начну с первого человека. Его мы здесь сейчас не увидим. Но, в общем, это мужчина лет... Ну, на вид ему лет 60, наверное. Живет он в этом доме. Вообще, смотрите, в целом, вот это вот все, это ферма. Это кокосовая ферма. Здесь высажено около 150... Мой рюкзак сидит. Около 150 кокосовых деревьев. Тут есть, вот растет гуава. Там растет лайм. Это вот, в частности, манговое дерево. Это собака. А вот это вот домик человека, о котором я сейчас расскажу. Как сказал нам хозяин этого жилья, то, что он принял его на работу 10 лет назад, потому что его на работу никто не берет. А почему его на работу никто не берет? Все дело в том, что он отсидел в тюрьме. За что? За убийство. Он приревновал кому-то свою жену или девушку и убил этого человека. Вот так вот. И живем мы все вместе. Но он в том домике, а мы в этом домике. Страшно ли мне? Пикетс как. Ну, вроде как он дружелюбный, улыбчивый. И никакого вреда от него не было за 2-3 недели, что мы здесь живем. И следующие жильцы. Вот как только мы заехали, как только мы заехали, вот по сей день мы с ними боремся. Сейчас я покажу, кто живет вместе с нами. Первые жители это лягушки и жабы. В огромных количествах. В первую ночь, когда я легла спать, я проснулась, смотрю на свою подушку, и на подушке у меня сидит лягушка и смотрит на меня. Я завещала. Это было очень смешно. В туалете мы видели как минимум 2-х скорпионов. Ну, про всяких мелких жучков, паучков я вообще молчу. И вот каждый наш день проходит примерно так, что Антон Швабры выгоняет всю живность из дома. Ну, кроме меня, естественно. С Антоном купили мангал. О, лягушка вон опять прыгает. Могут? Ох, аж слышно, как она хлюпает, да? Да, да. Куриный у нас был пошел, куриный. Разделали немножко там спинку потроха, собачке отдали. Что-то она боится посторонних. Какая-то охрана так себе, охранник из нее так себе. Это она или он, кстати? Я думаю, это он, я думаю, это парень. Я тоже думаю, что парень. Надо будет завтра заглянуть кое-куда, посмотреть. А хозяину передали пакетик с гостинцей. Сказали, скажите собаке, что от зайчика куштанайщ. Вот, лопает за милую душу. Приятного аппетита ей. «Языки пламени», так же говорят. Прямо жарко стало около костра. Мы сегодня я задубела, пока на мотоцикле-то домой ехали в дожди. Что, мы дедушку угощаем? Да, конечно. Марселя. Пидешка у векаревышка, да? Да. На тарелочке. Угу. Хорошая идея. А их нам привезли. Холодос. И стиральную машинку. Владимир-то новый, а вот машинка нет. Марселя вон стоит. Потом, когда нам устанавливали газовую плиту, мы обнаружили улей с пчелами. Ну, будем решать, что с ним делать дальше. Ну, а пока поехали в город, возьмем что-нибудь из еды. Купили мы рыбу. Полтора килограмма, вышло на 1800 рупий. Шесть рублей. Шесть утра. Вот, тут что-то туна есть. Вот такое, говорит. Вот такое. Так, мне надо следить, чтобы я попросила, чтобы только внутренности отрезали, почистили. Мы хотим сделать ее в соли, как в Таиланде. Поэтому чистить ее полностью не надо. Только внутренности. Это бэби дуна. Где те лапи? Какие лапи? Вот эту же в соли делают в Таиланде. Просто она мелкая. Я вообще думала, это карась речной. Да, я бы ее засушил, поиск пикпор. Да, за милую душу. И пока мы находимся в Ругамбе уже на тот момент где-то четвертый либо пятый день, мы уже успели обзавестись здесь знакомствами волей-неволей. Даже просто ты стоишь на улице, к тебе обязательно подойдет ланкиц, спросит свое фирменное, откуда ты и так далее. В общем, мы познакомились с одним из ланкийцев, который предложил жилье. Он сказал, у меня есть друг, у которого есть друг, у которого есть друг, который сдает жилье, не хотите ли посмотреть? Довольно бюджетное. Это просто трэш. Вот смотрите сами. Мы находимся в самом арт-кафе, и сейчас там хотят показать жилье. Сколько? 75 тысяч, да? Комната, и кухня, и машины, и все-все-все. Очень интересно посмотреть. Ну вот, здесь в основной дороге, только один минут отдыхают. - Я в нем прем ... - Окей. По-другому, 10 тысяч, в доме здесь местный. Да, да, да. Хорошо. Это еще есть вода. Это тоже есть вода, это тоже есть вода. Да, один человек, тоже есть вода. Окей, пожалуйста. Морис. Да? Ты рис, да? Рис? Рис, да. После этого все хорошо. Некоторые пациенты поставят здесь, все убежали. Все убежали. Все убежали. Рис очень хорошо, не комфортно. Да. Буро это. Это сухар. Рис. Бурый рис. Рис. Сухар. 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 Ты что съел рисинку? Да. Желикова. Рис как рис. Спасибо. Это правда ещеọn. Если明rier. Гляніе. А если бы своиター Enemyman. Все комнаты дома. У меня очень быстро населись. Neden в Стих Ланка много сухах? Узо есть только одна суха. Сах persones, темно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну а в следующем видео мы с вами поедем серфить, чтобы не пропустить это видео, не забудь подписаться и поставить колокольчик, а также лайк. Ребята, напишите свое мнение, как вам наша вилла, как вам те другие виллы за 250 долларов. Смогли бы вы жить в таком зверинце?